День запаковки картины Даже нарезать нормально не могу Потому что все слишком маленькое Либо уже слишком старенькое И использованное Поэтому упаковываю работу По методу Даши Погодиной Когда Даша была здесь Перед ее отъездом Мы вместе упаковали с ней Вот эту большую работу Картину Даши Она сейчас находится у меня И это такой метод Используя пенопласт и пленку Именно так работа и отправляется Выглядит очень надежно И достаточно легко Упаковка легкая Но при этом выглядит солидно И защищено По такой методике Я упаковываю свою работу Большую Я правда это делаю одна Поэтому немножко тяжелее Тогда мы вдвоем Еще там была помощь Втроем упаковывали А сейчас Да, вот я одна Поэтому мне так пленку Качественно, конечно, не свернуть Не затянуть Как мы делали у Дашиной работы Но все-таки То есть это оказался Единственный вариант Который сейчас вообще возможен Быстро листы Пенопласта Потому что они у меня были И У меня только черная пленка Сейчас покажу поближе Еще они не очень Работа выглядит Какой-то гигантской Прям То есть тут одного куска Конечно, не хватило Пенопласта Тут где-то два листа И еще довесок А здесь вот это все Я разрезала Готовила Тоже, конечно, очень заморочно Все сыплется Ничего Более-менее И потом вот эти вот Упражнения Так сказать По заворачиванию Всего конструкта В пленку Ну, может быть Это не так плотно Как вот Мы смогли сделать Тогда вдвоем с Дашей Но я сейчас еще Конечно, это все Обмотаю Зафиксирую Скотчем То есть финальные Такие Финальные Да, будет Фиксация У меня Тут уже, правда, не осталось Но у меня есть еще такой скотч Вот Чтобы это все Подтянуть Вместе Поскольку работа Поедет Диэчелем То эта доставка будет Ну, относительно быстро Да, в течение недели А может даже еще быстрее Мне вообще почему-то сказали В понедельник Что ее уже доставят Ну, я сомневаюсь В общем, сейчас это все еще Приглажу конкретно Да, и склею Чтобы все это Все-таки не развалилось Хотя, конечно Пленка держит Серьезно То есть Я обматывала Получается Да, по одной стороне По одной направляющей А потом, как Даша Мне показала Переворачивала И еще все это По другой стороне Чтобы оно Как бы так Сфиксировалось Все Ну, конечно Лучше это все-таки Делать вдвоем Да, или чтобы Хоть кто-то помогал Чтобы какая-то Натяжка была Побольше Вот Даже видно Что у меня здесь Составной Здесь поменьше Был пенопласта Здесь более толстый Кусок Вот Такие вот У меня новости Также у меня Еще приобрели Вот такую работу Она сделана Таким жидким золотом На черном холсте Конечно Здесь не очень видно Потому что у меня Сейчас тут освещение Закрыто Большой работой По идее Мне бы лучше Всего ее Тоже сегодня Запаковать Потому что Приедет курьер Диечель И чтобы я могла Сразу две работы Отдать Я ее даже Еще не подписала Ну вот Если я успею Я тоже подготовлю Посмотрю Либо в картон Какой-то Небольшой Либо тоже Может быть Так же Надо думать Вот Такий Красивый материал Такое Жидкое Жидкое Золото Прям Даже Видно Пленочка Такая Золотая Да На черном холсте Очень эффектно Смотрится Такие Павлини Першки Назвала я Эту работу Тоже Вот так Теперь Выглядит Скотчем Все-таки Сделала Небольшую Стяжку И Еще Здесь Таким Более Плотным Скотчем Проклеила Боковину Хотя Там Достаточно Много Расстояния До Картины Осталось Наклеить Этикетку От Диечель И Работа Поедет К покупателю Сейчас Все-таки Попробую Паковать И вторую Работу Чтобы Тоже Отправить Одним Курьером Вот С этой Работой Все-таки Выглядит Все Немножко Побыстрее Допрыгалась Я правда С этими Коробками Что У меня Что-то Плечо Заболело Наверное Подтянуло Здесь Я Все Намного Проще Запаковываю Все-таки Работа Не очень Большая И Ну Обмотала Естественно Защитными Материалами И У меня Я буду Использовать Покупную Коробку Которая Двуслойная То есть Она С двух Частей Состоит Одна И сверху Пойдет Телескопически На нее Вторая И Таким Образом Получится Двойной Картон Который Защищает Работу И Мне Это Конечно Время Сэкономит Вот так Вот За Минуту Можно Сказать Да Коробка Одна В другую Вошла И Как раз По высоте Получилось Оптимально То есть Получилась Вообще Двойная Защита Картоном И Я Все это Еще Проклеила Конечно Скотчем Может быть Еще Сделаю Вот так Вот Тоже Поперек Стяжку И Все И Долго Возиться Не буду Больше Этикетку Может быть Еще Вот Тоже Надпись Наклею И Готово То есть Эта работа Маленькая Все-таки Заняла Намного Меньше Времени По упаковке Эти Коробки Удобные Я их Покупала На Размер По-моему Даже 60 на 80 Может Картина В нее Войти То есть Так 60 Так Даже бы 70 Вошло 70 Мне кажется 70 Даже На 90 Войдет Потому Что Она Такая Вот Считай Может Даже 70 На 100 Я сейчас Думаю Да Ну Вот 100 На 100 Нет 100 На 100 Бы Не Влезло А Вот Так Вот Выглядят Закупленные Материалы Да Вот Эти Коробки Которые Я Купила В прошлом Году У меня Было Взято 30 Коробок Таких Вот Двойных И Все Израсходовались По-моему Осталось Три Половинки Потому Что Я Использовала Их И Одинарно В том Числе Это Правда Сейчас Другая Фирма У меня Тут Какой-то Раджа Да И Вот Это Получается Дно А Это Крышки К ним Ну Вы Видели Сами Что Это Полноценные Такие Половинки Коробок Можно Из них Даже Сделать Отдельную Коробку Вот Так что Запасы у меня есть Также у меня Пенопласта Закуплено И К упаковкам Я снова готова Я подумала Что у меня Заканчивается Скотч А Сейчас Пока Запаковывала Как раз Две упаковки Закончились Два рулона И Вспомнила Что у меня же Был заказан скотч Я просто Даже не разобрала Эту коробку С заказом Потому что Она маленькая была И Поставила я ее Отдельно Тогда Сейчас вспомнила Что ура Я же ведь Скотч тоже Где-то Две недели назад Заказала Вот Вот мой скотч Сейчас буду смотреть Что у меня здесь Прилагалось К заказу Потому что Основной Это было коробки Которые я заказала Но Сейчас я вижу Что Это что такое Ну по крайней мере Скотч Даже Так много Ура Все Можно обклеиться А это еще что-то Я даже не помню Чтобы я это заказывала Форма для кубиков Льда Интересно Я их действительно заказывала Что-то я не припомню Ну Или это подарок Надо найти Квитанцию Посмотреть Что там на квитанции стоит Вот А это скотч Ура Все Тогда я могу сейчас Завершить Обклейку Да Вот этой вот Упаковки И все Будет готово И финальные фотографии Для Курьера Да Для страховой Компании Еще внешний вид Сфотографирую Уже Завершенные Упаковки И Можно Поблагодарить Галерею За продажу Чудесной Продажи Тоже Друзья Спасибо за просмотр Этого ролика Я подумываю Вернуться На Ютуб Канал Не знаю Интересно Вам будет Смотреть Мои Видео Или нет Напишите В комментариях Какие темы Были бы вам Интересны Актуальна Ли сейчас Вообще Тема Онлайн Галереи Продажи Картин Или Может быть Углубиться Больше В живопись Или Не знаю В стиль Как найти Свой стиль Буду рада Вашим Отзывам Комментариям И До новых встреч Пока Пока Субтитры